Как поменяется Подмосковье, какие проблемы уже решаются и какие вызовы стоят перед областным правительством. Об этом и многом другом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев во время ежегодного обращения к жителям Подмосковья. В торговых центрах, МФЦ, кафе и школах, а также в городской администрации Химок были организованы места для просмотра обращения. Для горожан информация из послания будет очень полезной. В 2020 году многие категории граждан могут рассчитывать на значительные меры социальной поддержки. Например, подмосковные семьи теперь будут получать дополнительную помощь от региональных властей. Также было решено возвратить региональный материнский капитал. Эта программа действовала в Московской области с 2011 по 2016 год. Если в такой семье родился еще один малыш, мы предлагаем дать возможность без каких-либо дополнительных условий получить 50 тысяч в 2020 году и 50 тысяч в 2021. Еще одной мерой поддержки семей станет помощь в приобретении жилья. С 2018 года действует федеральная программа ипотеки со сниженной ставкой на особых условиях. Это порядка 6% в год. Ей могут воспользоваться семьи, в которых родился второй ребенок. В дополнение к этому предлагаю ввести региональную поддержку только для семей, у кого родился первый ребенок. Если малыш родился в Подмосковье с 1 января текущего года, то для его родителей мы снизим ставку по ипотеке на 3%. При покупке жилья наших новостройок средняя квартира в Подмосковье стоит 4-4,5 миллиона рублей. А вот родители, чьи дети скоро пойдут или уже ходят в школу, смогут сэкономить на обедах. Для учащихся начальных классов они станут бесплатными. Мы досрочно с 1 сентября 2020 года будем кормить всех малышей с 1 по 4 класс бесплатно. А за это время еще раз нужно убедиться, что качество питания соответствует всем необходимым высоким нормам. Не останутся без внимания и семьи с низким достатком, которым будет оказана адресная помощь. Это может быть и финансовая помощь, но и помощь в трудоустройстве, повышение квалификации, поиску или обретению новой специальности. Забота в широком смысле слова. Отдельно губернатор остановился на вопросах помощи пенсионерам. Обширная программа поддержки старшего поколения будет дополнена. Мы видим, что особое внимание нужно уделить одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Им сложнее всего справляться с трудностями. Это почти 220 тысяч человек. Для таких жителей предлагаю с 1 мая 2020 года ввести ежемесячную доплату в 1 тысячу рублей. Глава региона подчеркнул, что в 2020 году в Подмосковье изменения должны коснуться и сферы здравоохранения. В частности, улучшить работу скорой помощи и ввести в работу два сердечно-сосудистых и четыре центра онкологической помощи. Один из них появится в Химках. Сегодня главная угроза заболевания – сердце и онкология. Они лидируют, я думаю, во всей стране и в Подмосковье в частности. Особенно в возрасте 40-60 лет. Здесь одинаково важны и ранняя диагностика, и доступ к современным методам лечения. Губернатор Московской области обращается к жителям региона ежегодно. За 8 лет это уже стало традицией. Каждый раз глава Подмосковья подводит итоги ушедшего года и рассказывает о целях и планах, которые нужно воплотить в нынешнем. В этот раз Андрей Воробьев затронул более двух десятков актуальных тем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова